Друзья, привет! Конец марта, снега у нас еще много, снег мокрый, сверху такая небольшая корочка, уже в ночное и в дневное время у нас плюс. Писал в группу, говорю, пацаны, дайте скатнемся. У кого есть возможность, у кого есть время, решили выехать и прокатнуться. Как видели, на въезде уже много грязи, нам нужно будет доехать до автодрома, есть пару горочек. Если мы до первой горочек доедем, то уже, можно сказать, цель достигнута. Сейчас приедет два автомобиля, я остановился до 0,7, резина у меня 225,70 на 16, ротгруз, организация до 2,0. Вчера я проезжал, показал себе отлично. Поэтому вам приятного просмотра, а мы поехали. Я поехал первый, ребята, там еще травится. То есть у нас должно быть две Нивы и Патриот. Патриот на пневмоблокировке задней, на МТХе. Так, Нива вторая тоже приедет на Каме, на новой, которая МТХа. Ну, как видите, снега у нас тьма тьмущая, влево, вправо, автомобиль проваливается и очень-очень тяжело ехать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот что натравленной резине творит. Вот, до этого, говорю, МТХа была 215,65,16. Да, она классная резина. Но для моего автомобиля вес очень маленький. При давлении 0,5-0,6 она в лепешку так не превращалась. Вот эта резина Road Cruiser, хоть и размер побольше, у ней получается очень хорошая лепешечка. Поэтому я пока доволен этой резине. Маршрут у нас нелегкий получается. Если остановиться и чуть-чуть буксануть, мы с вами проваливаемся. Включаем первую пониженную и показываю вам наглядно. Я не боюсь, что я застряну, потому что парни сейчас подъедут, в крайнем случае меня вытащат. Первая пониженная. У меня в раздатке занижение 3.07. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Как я утонул, пацаны. Я еду. Пока еду, парни. Я еду. Еду специально потихоньку. Давление 0.7. И что, я выйду, что ли? Межиссивой я не блокировал. Опа, снесло. Не хватило инерции. Я думаю, мы с вами сейчас осилим это. Сейчас я заблокируюсь. Наберем, включим вторую передачу. Вторая пониженная. Так. Межиссивой блокирую. Вторая пониженная. Ну что, погнали. Здесь овраг такой есть. Слева. Ой, много газа дал, она провалилась. А мы заедем, парни. Мы заедем. Пошли эти парни поснимаем. На той Ниве, по-моему, МТ-ха, ребят. И как видите, по моим следам человек не смог проехать. Он просто провалился. Конфигурация моего автомобиля. Межколесные самоблоки перед, зад. От разных производителей. Двигатель стандарт. В раздатке занижение 3.07. Коробку тоже перебирал. Но там чисто мы подшипники. В принципе, пока все, ребята. Но в ближайшее время хочу 2 литра мотор сделать. И, естественно, колеса 16-е. Правильно подобранная резина. До этого я вам сказал, что была МТ-ха. Но МТ-ха так не ехала. И эта резина, посмотрите, как она травится. Она травится лепешкой. И это правильно. Если вы берете резину, которая не травится. Вроде бы вы ее стравили, а лепешки нет. И это не ваша резина. Идем к Андрею пока. Посмотреть, какая у него процедура. Итак, вот, смотрите. У тебя же МТ-ха, правильно я сказал, Андрей? МТ-ха, да. МТ-ха тоже. Давление стравил 0,7. Вот про что я вам говорил. Можно посмотреть по лепешкам. У тебя лепешка получается на этих колесах или нет? Вот когда ты травишь. Не прям такая, явно выраженная. Есть. Вот я сейчас про что говорил. До этого у меня, которая МТ-ха стояла. Она вот так, как эта резина, не травилась. Она жесткая. Вроде бы 0,5-0,6. Вот эту установил 0,6. Прям лепеха такая. Нет, для такого нет. Вот. Поэтому я говорю, что при выборе резины нужно это учитывать. Не хватает веса нашим машинам, чтобы продавить эту шину. Да, правильно? Так и есть. Очень большая. Да. Вот пример, смотрите. Вот я проехал. Роткрузер. Я сам охренел, честно сказать, пацаны. Так, вторая пониженная по новой колее и не особо идет. Но снег глубокий, как песочек прям. Спасибо. Заходите. Спасибо. Спасибо. Да, но самоблоки еще решают все-таки. Вот у нас занижение еще стоит, да? Да, вот по крови там только снега. Снега, вот яма нарытая. Вот столько снега. По-моему, я застрял. Швелится. Продергиваем. Сейчас пойдем посмотрим, как этот автомобиль проедет по тому пути, как мы с вами заехали на горочку. Самостоятельно у него получится или нет? Хотя резина у него тоже травленная. Ну, посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Что за МТ-ка-то? Комфостер. А, комфостер. Она, Виталь, больше раскапывает. Да я согласен. У тебя, видишь, вот эта сторона уперлась и не едет. Но тут еще плюс, возможно, что все-таки, даже не все-таки, а дифференциалы повышенного трения самоблоки вывозят. На данный момент прям вывезли, да? Я вот, честно сказать, проезжал, я охренел от своей машины. Вот по такому, ну, не каждый автомобиль проедет. И здесь у тебя свободно дифференциалы же стоят, да? У тебя только межосевой блокируется. Дубль-2. Вытаскиваем еще разок. И попробуем сейчас мы Ниву пустить накатом. То есть, он сейчас, видите, ходами пошел, и правая сторона уперлась в снег у него. А сейчас, говорю, Андрюк, давай попробуем прям по 10 сантиметров накатать, 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 чтобы была возможность проехать. Все-таки мультимедиа, у меня есть видео, как я устанавливаю это мультимедиа. С камерой удобная вещь. Вот так вот, не надо шею крутить. Все прекрасно видно, что там как происходит. Первая пониженная, межосевой заблокированный. Потихонечку в натяг его. Опа, 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 опа. Все, выехало. Но я думаю, вы понимаете, снег мокрый, ребята, мокрый снег. Сейчас, говорю Андрею, давай новую траекторию пускай. И именно будем пробовать потихонечку. Вот прям потихонечку. Давай, давай, нормально пока. Не, все, назад. Все, давай назад. Вот таким образом попробуем накатать, накатать. Все, достаточно. Вот так, давай попробуй. Нам нужно, ну, что-то осталось-то, метров в десять катнуть. Чтобы не выпустить по тому стелу и в горочку посмотреть, как за ней. И на выходных мы мчимся скорее прочь из домов. Мы мчимся туда, где нет дорог, где сосны и ели. Воу-воу, где нет толчаи и суети. Прям на грани был, на грани был. Давай, вставай на след, пробуй. Все, стоп, отлично. Между всего я заблокирована. Первая пониженная. Все стоковая. А пара шестая у тебя тоже, наверное, стоят, да? Пары стоят 4-1. А, троечная. Троечная. У меня шестая шестая. Давай, потихонечку. У нас с тобой накатана. Давай, набирай, 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 набирай. Набирай, набирай, не надо. Ага, ага. Ага, ага. Отлично. Ой-ой-ой, и Андрюха. Отлично, заехали. Нужно проехать прямо, и там будет большой спуск и большой подъем. С учетом такого снега, я думаю, нам до утра придется ехать. Потому что никто больше не приехал. У нас две Нивы. У меня лебедка, надеюсь, работает. Пробуй, Андрей, поехали. Да, нужно аккуратненько, конечно, аккуратненько. Нормально едет, едет, Андрюх. Третий участник едет. Свет яркий, хороший. Так, это Нивасик, да, на МТ резине. Резина Кама. Сейчас у нас будет эксперимент. Вот Нивасик. Так, сзади самоблок, я сказал, занижение в раздатке. Шина, как я и говорил, Кама МТ, но давление двоечка. Посмотрим, как поедет автомобиль. Вот сейчас ему придется меня объезжать. Давление двоечка, парни. Сзади дифференциал повышенного трения. Мы на этом каждый учится. Надо травиться, не надо травиться. Это же интересно. Какое давление. У меня без камерка, между прочим. И травлюсь я вот 0,7. Ну, больше я пока не травился. Смотрим изнутри. Так же, вероятно, заблокированы первые пониженные в раздатке занижения. Более-менее накатано, уже не страшно. Вот. Вот. Если интересно, можешь справее объехать, заехать. Не поедет. Не поедет. Травленная. Блин. Все, парни, заметили? Два Невасика у нас травленная шина. Невасик приехал на МТ, но не травленная. И какая разница в эту горочку. Мне кажется, первая пониженная многовато. Давай назад и вторая пониженная. Я пробовал вторую пониженную. Ай? Вторую пониженную я пробовал. Ай-яй-яй-яй. Ну, цепляет, цепляет, цепляет. Ну, руля уворачивай. О, легче пошла. Ага, отлично. Но тяжелее, намного тяжелее, парни. Намного тяжелее. Мы с вами идем за автомобилем. Догоняем парней. Ну, а дальше как карты лягут. Давайте еще раз. Смотрите. Между всего я заблокировал. Вторая пониженная. Вот я ногу с газа убрал. И у меня автомобиль сам качется. На первой пониженной. На какие-то подъемы у меня автомобиль сам выезжал. Можно здесь попробовать мне выйти. А вот давайте, смотрите. Первая пониженная. Чуть-чуть газ будет давать. Чуть-чуть. А давайте ногу с газа убрал. Парни, ногу с газа убрал. Занижение 3.07. Большие тапки. А? Хе-хе-хе-хе-хе. А парни-то далеко не уехали. Вон они. Вон они. Ну, прям под передней балку набирает снега очень много. Вторая пониженная и набивает, набивает, конечно. Но тут все дорогу надо знать. Ну-ка первая вот я потихонечку. О, смотрите. На первой пониженной с наименьшей скоростью мы с вами катимся. То есть не пробивая. То есть на второй пониженной нас получается набивает под передней балкой и автомобиль не едет. А потихонечку мы его толкаем. Без набивки. Итак, травим мы МТ Хукаму. Сколько травишь? Ну, где-то 0.6-0.7. Ну, так же, как и я. И посмотрим уже, как этот автомобиль поедет. Да, пробег здесь около 130 тысяч километров. Правильно? Да. Вот. Итак, Андрей на Ниве без самоблоков. Вот. На МТ Хе натравленных уже нам натоптал дорогу. Второй Нивасик, который самоблок и нетравленная резина. Травится, стоит. Ну, сейчас он травится. Мы его немножко сдернули. И нас догонят. Мы, в принципе, доехали до первой горочки. Горочка Коварника. И внизу, я не знаю, сколько снега. Сейчас мы с вами там попробуем проехать. Это опасно, Андрюха. Вообще опасно. Глубоко здесь. По-моему опасно. Да. Сейчас пойдем померим. Вот корочка. Вот он спуск самый. И здесь всегда наметает снега много. Ну и че? Ух, ёпти, тут уж какая глубина. А тут вроде ничего, да? Ну блин, было бы прикольно, если бы мы проехали, развернулись и поехали бы домой, а? Да, 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 да. Ну и вот так вот это все происходит. Так, ну и че ты скажешь? Стоит спуска? Тут, в принципе, вижу, здесь нормально. Вот где... Вот здесь вот много снега. Это вот парни самые отчаянные, кто решился со мной разделить участь, так сказать. Короче, мы посоветовались и решили здесь не ехать. Во-первых, время уже десять вечера, а здесь будет надолго. Вот здесь вот как раз такой наст наметено. Я, например, катну, попробую, но доеду. Парни меня подъедут, сзади дернут. Но не факт, что мы с вами выйдем. Поэтому видосик мы заканчиваем, хотя не факт, что мы его заканчиваем. Нам еще нужно развернуться. В принципе, вам показали, что травленную резину нужно... То есть резину нужно травить. Шины нужно выбирать под ваш автомобиль, под ваш вес. Чтобы шины делали хорошую лепешку. А так снега да, тьма тьмущая. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ты не травленный сначала, правда? Не-не-не. Я за тобой по следам еду, я зарываюсь. На двушке я прям все сажу и зарываюсь. Вот они же следам. Поэтому коллективу посоветовались. Мы не спускаемся. Решили ехать домой. Да, решили ехать домой. Время позднее. В принципе, удовольствие получили. Бензо сожгли. Да. Итак, подводим итоги. Занижение в Ниву это обязательно. Это однозначно. Резину выбираем под вес автомобиля, чтобы она травилась и была лепешкой. Принежит МТШ. А что брать, как оказалось, не нужно. Я тоже никогда не знал. Была у меня МТХ. Но вот она вот так же травилась, как и у вас, что ни хрена не травится. Ну и сами видели, что, в принципе, автомобиль на двух самоблоках с занижением и с хорошо отравленной резиной, в принципе, едет. Все. Всем спасибо, что посмотрели. Возможно, что-то вам показали грамотное, да, как нужно ездить. Но нам понравилось. Все, парни, всем пока. Все, все, не надо, не надо. Давай, чуть-чуть назад. Сейчас вот ты опасно встал, конечно. Ага. Давай, давай, вперед еще поехали. Нормально, сейчас. Не спеши, главное, не спеши. Все, 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 назад давай. Вот, качается. Молодца. Молодца, Андрюха. Молодца. Вот так. Отлично. Значит, мы дома будем. Значит, мы попадем домой. Все, отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Молодца. Уже и субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...